Дом на Галактионовской 1870 года. В 2010 году был признан памятником архитектуры, построенный по индивидуальному заказу помещицы Богдановой из именного штампованного кирпича и теперь в прекрасном состоянии благодаря его жителям. Все коммуникации заменили, поставили новые окна. Одним словом, претензий к жилплощади у жильцов нет. В 2014 дом был удален из реестра памятников. Его признали аварийным. Теперь собственникам земли и помещений предлагают покинуть территорию. Нам предлагают, в общем-то, уведомили всех жильцов в конце января, всех жильцов уведомили о том, что наш дом признан аварийным и мы должны в течение полугода после получения этого распоряжения, мы должны, все собственники жилья должны снести свой дом. Все больше, в общем, там ничего было не сказано. А вот дом признали аварийным совершенно незаконно, ни одного человека из комиссии мы не видели. Признание вполне пригодных для проживания домов аварийными и ветхими – проблема, с которой на прием приходят регулярно, говорит Александр Хинштейн. Если речь идет о развитии города и есть системное, плановое, планомерное дальнейшее движение, мне бы это было понятно. Но люди об этом не знают. И есть интересы жителей, которые никому не дозволено нарушать. Тем более, большинство из людей оформлено частное собственное. Спектр вопросов, с которыми обращаются к депутату, весьма широк. Это и вопросы точечной застройки, и помощь инвалидам, и обманутые вкладчики. Есть и совсем необычные инициативы. Египетский дрессировщик Хамада Кута предлагает создать в Самаре питомник с нубийскими львами. О такой идее депутату рассказала директор Самарского цирка Татьяна Ефремова. Со всеми обращениями депутат Хинштейн обещал ознакомиться лично и контролировать течение дел. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.